Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева, и обсуждаем мы сегодня тему, которая, мне кажется, должна быть интересна всем. Мы поговорим о законах о недвижимости, о том, как оно, то есть законодательство о недвижимости меняется, и в том числе изменилось за предыдущий 2013 год, ну и что нового у нас произошло в этой области права в 2014 году. Сразу скажу, что находимся мы в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495. Можно позвонить, задать вопрос мне и экспертам. У меня сегодня много экспертов. Я их, естественно, вам назову. Это Дарья Погорельская, руководитель юридического департамента группы компании МИЦ. Олег Сухов, адвокат, и Денис Черных, адвокат, управляющий партнером юридической фирмы Лорус. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, что изменило закон о недвижимости? Кстати, вопрос, если есть у наших слушателей вопросы, комментарии, мнение какое-то, можно не только по телефону, еще раз озвучиваю, 65 10 99 и 6, код Москва 495. Можно также написать на сайте финам.фм, на страничку программы «Формула права». Я обязательно прочитаю, озвучу и поспрашиваю вместе с нашими слушателями, экспертов по поводу вопросов, связанных с недвижимостью. Ну, а первый вопрос у меня и вопрос, я думаю, что всем экспертам, которые находятся в студии. И связан этот вопрос с конкретным законодательством, с 214-м законом, так называемым. Расшифруйте, что это закон и какие же у нас изменения произошли с 2013 года. 14-го. Уже заговорилось с цифрами. Да, с 1 января 2014 года вышли некоторые изменения, вернее, вступили в силу, скажем так, положения, которые были приняты еще в 2012 году. Касаются они обязательного страхования, обязательного страхования долевого участия. То есть, на сегодняшний момент, для того, чтобы зарегистрировать договор долевого участия, при этом нужно отметить, что если договоры уже регистрируются застройщиками, то страховаться не нужно. Соответственно, для того, чтобы зарегистрировать договор долевого участия, необходимо заключить договор с страховой компанией или получить поручительство банка. Можно это делать индивидуально для каждого договора в отдельности, либо на весь объект в целом. Соответственно, если застройщик сейчас начинает строительство дома, да, строить он может, но продавать квартиры, заключая договор для его участия, он не может. Вот такие интересные изменения. Я не знаю, есть смысл их проговаривать индивидуально, потому что много всяких нюансов. У меня, как у эксперта, встают вопросы, насколько вообще реально реализовать вот такую схему, предложенную законом, когда она начнет работать и начнет ли. Поэтому, Анастасия, как вы считаете? Я считаю, что нам нужно рассказать нашим слушателям все, что знаем. Мы все тайны и секреты и ноу-хау. На самом деле, Олег, дело в том, что я сразу, кстати, нашим слушателям скажу, что это был Олег Сухов, чтобы у нас несколько экспертов, чтобы слушатели не путались. Тем не менее, я думаю, что надо немного более подробно нашим слушателям сказать, как вы себе видите, как вы представляете, это будет работать. Я понимаю, что месяц, из которых 10 дней у нас были праздничные, по сути, еще не показал реалий этих изменений. Но вот ваше мнение было бы очень интересно. Знаете, мое мнение, на самом деле, отличается от мнения большинства экспертов, которые сейчас дают в интернете свои какие-то прогнозы. Объясню, почему. Почему? Очень все просто. Первое. Если посмотреть официальную статистику заключаемых на сегодняшний день договора долевого участия, то, например, российская газета говорит о том, что всего лишь 41% сейчас продается квартир в новостройках по договору долевого участия. И заметьте, это по истечению 9 лет с момента, когда был принят 214 федеральный закон. То есть по истечению 9 лет, когда договор долевого участия должен заключаться в 100% случаев, он заключается только в 41% случаев. О чем это говорит? Это говорит о том, что после того, как застройщиков обяжут, вернее, уже обязали страховать договор долевого участия, они точно так же не будут их страховать и точно так же их не будут заключать, ну, может быть, еще 10 лет. Мы же не можем этого, ну, скажем так, отрицать, если цифры говорят как раз именно об этом. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство, вообще, каким образом получать эти банковские поручительства и страховать сделки. Но банковские поручительства, извиняюсь, перебила, Олег. У нас в банке только, дай бог, возникла какая-то потребность в очередном банковском продукте, почему нет? Заплатил комиссию, условно говоря, и получаешь все, что необходимо. Другой момент, кто будет платить, за чей счет это будет, и как это отразится вообще на всем остальном, да? Да не все так просто, ведь строительство — это огромный риск. Я вам скажу, что, к примеру, я еще в 2005 году задался вопросом страхования сделок на первичном рынке недвижимости. Я объездил огромное количество страховых компаний, ни одна компания на тот момент не готова была страховать такие риски. Сейчас есть такие предложения, но если внимательно к ним отнестись, вы увидите, что на самом деле никто нормально страховать вас не будет. А банковское поручительство, оно же не так просто возникает. Банк должен просчитать те же самые риски, а это риски экономические — раз, политические — два, и, ну, скажем так, специализированные, относящиеся к тому, кто вообще строит, насколько он это умеет делать и так далее, и так далее, и так далее. То есть рисков, на самом деле, огромное количество, никто их просчитать не может. У меня была в практике такая компания, которая вообще, строительная, которая начала возводить объект, и к строительству она не имела никаких вообще отношений. То есть там собрались люди, которые вообще не знали, что такое стройка, и решили построить дом. Вот, строили они его 10 лет. Ну, слава богу, при помощи там местной администрации дом в итоге построил, ну, вот результат налицо. Так вот, для того, чтобы банк вам дал такое поручительство, он должен просчитать эти риски. Но их просчитать очень-очень сложно. И, кстати, последний момент, на который хотел бы обратить внимание относительно того же самого страхования. Понимаете, вот я детально посмотрел изменения в 214 федеральный закон, и у меня возникло огромное количество вопросов, которые у меня точно так же возникали, когда в 2011 году уносились изменения в закон о банкротстве, касаемых дольщиков. Напомню, кстати, это очень актуальный вопрос, и сейчас. На сегодняшний момент, если у застройщика возникает процесс банкротства, все дольщики должны идти в арбитражный суд и включаться в реестр передачи жилых помещений. Очень неудобный закон, он очень непродуманный по истечению от 2011, сейчас 2014 год. Три года прошло, ни конкурсный управляющий, ни судей не знает, как его исполнять. Практика разносторонний, пострадавших еще больше, чем было до принятия этого закона. То же самое мы сейчас видим в изменениях по страхованию. Понимаете, вот в договоре должно быть написано, сходя из 214 федерального закона, что договор о страховании должен быть рассчитан на период за два года, ну, далее двух лет с момента передачи, подписания к приеме передачи квартиры. Когда же он случится, да? А вопрос в другом, вы мне покажите хоть одну новостройку, которая сейчас строится вовремя. Ну, может быть, есть единицы, но по факту в большинстве своем, по крайней мере, больше половины домов, они строятся с задержкой два-три года, то есть это нормальный стандарт. Так вот, мы заключаем договор о страховании или получаем поручительство банка. А строительство у нас задерживается на два, на три, на пять, на десять лет. И что тогда? А тогда договор о страховании прекращает свою деятельность. Это, вы знаете, Олег, на секунду вас перебью, а связано это со следующим. Буквально недавно по одному из своих дел по своей непосредственной адвокатской работе была в арбитражном суде, это была апелляционная инстанция. Смысл заключался в том, что шло обсуждение определенной проблемы правовой, которая была вынесена в суд, и там была указана, сказана такая фраза, что инвестиционный контракт уже закончил свое действие, а вот дом еще не построили, а построили его позже. И вот вокруг этого всего шло обсуждение, на что судьи, банально действительно именно судья, один из трех судей, которые рассматривали дело, сказали, вы мне покажите хотя бы один дом, который вовремя был построен. То есть это не смущает даже суды. То, что вы сейчас говорите, что у нас только там была коммерческая деятельность, вы сейчас говорите, и тема нашей программы связана с жилыми помещениями, но тем не менее у нас действительно это настолько обычная практика, что это даже уже и судьи не смущает, что подумаешь, там контракт на один срок заключен, а построили там когда-то в другой момент. Ну, здесь коммерческие отношения, там не коммерческие, а жилищные. Ну, все то же самое. Здесь немножко другое. Это понятно отношение, когда кто на что имеет право, но мы не должны забывать, что договор страхования или поручительства, оно будет ограничено определенными сроками. Понимаете, когда эти сроки завершатся, вопрос в том, а возьмет ли страховая компания на себя дальше эти риски. Скорее всего нет. Нет, конечно, и банк не возьмет. И опять же, что является страховым случаем? Если на 214 федеральный закон посмотреть, страховым случаем является начало конкурсного производства. А до конкурсного производства может и 2, и 3 года пройти с момента начала банкротства. Поэтому заключили мы договор страхования. К примеру, в договоре долевого участия у нас указан срок, там, 1 января 2015 года, акт прямой передачи квартир. По договору страхования это 1 января 2017 года. А стройка будет идти до 2020, а потом конкурсный производство в 2023 году. Олег, буквально Олег и Денис, буквально 2 минуты слушаем новости, после этого возвращаемся в прямой эфир. Итак, мы сегодня обсуждаем тему, что изменилось в законах о недвижимости в 2013 и, соответственно, 2014 году. Напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии, по которому можно позвонить, задать ваш вопрос, либо рассказать ситуацию или спросить о чем-то экспертов, поделиться вашим мнением. Итак, озвучу телефон 65 10 99 и 6, код Москва 495. Также все это можно сделать в письменной форме на сайте finam.fm, на страничке программы «Формула права». У меня в студии находятся эксперты. Это Дарья Погорельская, руководитель юридического департамента группы компаний МИЦ, Олег Сухов, адвокат, и Денис Черных, адвокат и управляющий партнер юридической фирмы «Лорус». До того, как мы слушали новости в первой части программы, мы обсуждали изменения 214 закон ФЗ. Мы говорили о долевом участии в строительстве, по сути, по новостройкам. И вот как раз Олег рассказал те изменения, которые будут действовать с 2014 года. И мне известно, что у других экспертов, которые сегодня в студии, у них тоже есть своя точка зрения, в том числе на страхование, на то, что мы обсуждали. Дарья, что считаете? Насколько я знаю и поняла из ваших слов, что вы уже начали работать по этому. Как это выглядит на сегодняшний день? Да, я хотела, во-первых, бы дополнить, что законом предусмотрено альтернативное страхование. То есть это либо страхование в страховой компании, либо страхование в обществе взаимного страхования застройщиков. Кроме того, внесли соответствующие поправки в закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций в части создания этого общества взаимного страхования. И на данный момент общество взаимного страхования, оно создано и действует. В частности, группа компании МИЦ выступила в том числе двумя своими компаниями в качестве учредителя такого общества. Идея общества в том, что застройщики как бы солидарно будут страховать свою ответственность для членов общества. То есть застройщик, который вступает в общество, он страхует свои риски по передаче или не передаче помещения дольщику в обществе. И в случае наступления страхового случая остальные застройщики как бы скидываются, и общество покрывает ущерб, причиненный физическим лицам, потом может в регрессном порядке обратиться к этому обанкротившемуся, либо недобросовестному застройщику. По нашим объектам мы пока окончательно не приняли решение, будем ли мы страховать в обществе взаимного страхования, либо будем страховать в страховых компаниях. Но, в общем-то, мы ведем работы со страховыми компаниями. В принципе, сейчас уже многие компании на рынке готовы заниматься этим страхованием. То есть вот вы, допустим, опасения Олега, Олег высказал опасения, причем весьма обоснованные, да, с учетом того, что закон вообще о необходимости именно в такой форме заключает договор на приобретение нового жилья. При этом, Олег, вы сказали цифру 41% откуда-то из статистики, да, заключаются этих договоров. Я смотрел за январь месяц статистику в российской газете приведенную. Ну, тем более, да, то есть 41% за 9 лет, 41% у нас доросли мы до этой цифры. И, собственно говоря, вот сейчас Олег опасается, что и эта новелла, которая, по идее, действует с 1 января 2014 года, она будет также неоперативно, мягко говоря, вступать. Вот вы не разделяете это мнение, Дарья? Ну, вы знаете, нет. Дело в том, что эта новелла, она касается именно добросовестных застройщиков. То есть тех, кто это не вынудит застройщиков, которые уже работают по 214-му, там, уйти в какие-то серые схемы. Это просто некое дополнительное финансовое бремя для нас. Ну, не для вас, наверное. В том числе для нас. Нет, мы работаем как раз по 214-му, заключаем. Нет, не в этом дело. Вы все равно на покупателя, да? Ну, да, естественно, что на покупателя, в том числе, да, ляжут в какой-то степени эти расходы. Но как раз-таки те застройщики, которые работают в рамках правового поля, они просто, ну, естественно, будут выполнять и дополнительные требования закона. Что касается тех застройщиков, которые, там, возможно, не работают в рамках, они, естественно, и дальше не будут в них работать. Ну, это их выбор, да? Ну, да. А, Дарья, подождите секунду. Я перебила вас почему. Мне хочется такое именно от вас услышать резюме с 1 января 2014 года. Что же нужно требовать людям, да, у застройщиков? Какие документы? Страховой полис, то есть при заклю... Ну, если речь не идет о поручительстве банка, то к каждому договору долевого участия должен прикладываться страховой полис, и без этого будет просто невозможна государственная регистрация этого договора. Кроме того, хотел бы добавить, что положения о страховании, либо о банковской гарантии застройщик, они должны быть также включены в договор участия в долевом строительстве. И я бы хотел добавить по поводу опасений, высказанных Олегом, то, что законодатель, он предусмотрел, в принципе, в своих изменениях к действующему законодательству, в том числе и подобные опасения, увеличив действие банковской гарантии с полугода до двух лет по истечении срока, установленного для окончания строительства. То есть, как раз та ситуация, когда сроки строительства не соблюдаются, она предусмотрена действующим законодательством и в этих изменениях учтена. По истечении срока, двухлетнего срока, вполне участники долевого строительства могут воспользоваться своим правом и получить соответствующие меры, которые гарантируют исполнение застройщикам добросовестного исполнения им своих обязательств по договору отчасти в долевом строительстве. Я даже боюсь слушать слова банковской гарантии, потому что с ними столько мошенниче связано, извините, перебила. Банковское поручительство я... Я хочу ответить на ваш вопрос, который вы задали, очень простой ответ, на самом деле, что требует человеку, когда он хочет заключить договор на покупку новостройки. На самом деле, ничего требовать не нужно. Почему? Потому что человек оплачивает новостройку после регистрации договора. Регистрация не пройдет, если страховки не будет. Вот и все. Относительно того, вообще к чему приведет этот закон о страховании, я считаю, что он приведет к тому, что обманутых должщиков будет больше. Объясню почему. Опять же, ответ очень простой. Те добросовестные застройщики, которые сейчас работают, которые могут себе позволить страховаться, да, они, возможно, будут страховаться. И они при этом, им эта страховка, возможно, и не понадобится, условно говоря, да, потому что они выполнят свои обязательства в срок перед, ну, дай бог, в срок, перед своими покупателями. Совершенно верно. Объектов будет больше, потому что сейчас огромнейшие штрафы, кстати, предусмотренные 214 федеральным законом. Серьезная ответственность. Приведу простые цифры. На застройщика, если он не заключает договор доливого участия, а через серую схему продает квартиры, может быть наложен штраф 50 миллионов рублей. На должностное лицо застройщика 2 миллиона рублей. Это в Москве. По России, потому что там к мротам идет привязка, 20, примерно, 5 миллионов на застройщиков, 1 миллион на должностное лицо. То есть, сами понимаете, огромные цифры, да. И не только штрафы, но и гражданская ответственность. То есть, к примеру, если меня как дочек обманули, со мной заключили не договор, я имею право пожаловать сразу соответствующий госорганам, например, Москве, это Мосгосторонадзор в области от Министерства строительного комплекса. Застройщика сразу штрафуют, приостанавливают его деятельность, заставляют его выполнять действующее законодательство. Я, к тому же, имею право расторгнуть договор свой и запросить возврат денежных средств с процентами, убытками, неустойками ТДТП. То есть, грубо говоря, если нам нужно сейчас завалить, скажем так, застройщика, который не заключает договора для его участия, мы это можем сделать за несколько месяцев. Вот к чему это все приведет. А я, извините меня, как дольщик, создам условия, чтобы компания застройщик не смогла работать, а все остальные дольщики, которые участвовали со мной в этом проекте, они станут обманутыми дольщиками, соответственно, ничего не получат. Поэтому данный закон, на мой взгляд, приведет к тому, что все-таки страховаться будут абсолютно не все компании, только очень-очень крупные, а все остальные будут подвержены максимальному риску банкротства, ну и, соответственно, новых обманутых дольщиков на улицах нашей страны. Вот простое объяснение того, о чем я начал. Черный вариант развития событий, Олег, нарисовали. Мне даже печально стало, честно говоря. А что думаете? Ну, мне кажется, это не совсем так, конечно. То есть новый закон, поправки закона, они предусматривают, ну, по сути, небольшое увеличение финансово бремени на застройщику. То есть так существенно, чтобы привести к банкротству, они не повлияют. По нашим данным, до полутора процентов от стоимости ДДУ составит максимально, ну там, страховой тариф компании у застройщика, который имеет нормальную стоимость, там, имеет сданный объект и так далее. То есть, если уж говорить о каких-то проблемах, связанных там с 214-м, то, на мой взгляд, это скорее возможность реализовывать абсолютно законно также через жилищно-строительные кооперативы. И жилищно-строительный кооператив это ведь является формой, также предусмотренной 214-м законом. При этом, в отличие от договора долевого участия, там уже практически, на мой взгляд, никаких гарантий у физического лица, который покупает квартиру, не возникает. И в том числе там и не требуется ни страховка, там, ни поручительство банка, ни залог земельного участка. То есть, по сути, деньги может собирать лицо, которое ничего этого не имеет. А вот это тоже приведет к новым обманутым дольщикам, потому что правильно сказала Дарья, когда люди вступают в кооперативы, они абсолютно никак не защищены. То есть, что такое кооператив? Кооператив это колхоз. Вот собрались мы деньгами, выбрали председателя, который должен организовать строительство. Строительство, ничего мы не знаем, и вот что-то оно должно там строиться само по себе. А если не строится, кому мы претензии предъявляем? Тоже сами к себе, к нашему колхозу. Да, при этом и сроки можно не соблюдать строительство. Да, никаких штрафов нет, убытков нет, неустойки, нет наказания, мы не можем сами себя наказать. Поэтому, да, сейчас умные застройщики, например, СУ-155 и многие другие, начинают реализовывать квартиры через кооперативы. Почему? Потому что они понимают, что наказания нет. И в итоге, к чему это опять приводит? Это приводит к большему количеству обманутых дольщиков, которые уже сами себя обманули, скажем так, перехитрили. То есть, я правильно понимаю такое резюме, крошечное для наших слушателей, промежуточное, что, по вашему мнению, кооператив не защищает права дольщиков вообще никак, в отличие хотя бы от ДДУ, которые мы вот все это время обсуждали? Да, но это так, и при том, что по ДДУ постоянно ведется работа по совершенствованию какого-то законодательства, то вот эта часть не трогается, да. Что считаете, Денис? Я бы так не сгущал краски. Кратенькое резюме перед тем, как мы выйдем на новости. Данные изменения только приняты и только вступают в силу. Я думаю, практика покажет уже действительно, каковы будут результаты. Две минуты слушаем новости, возвращаемся в прямой. Итак, мы продолжаем обсуждать тему изменений в законодательстве о недвижимости в 2014 году, а также то, что произошло в 2013 году. У меня в студии находится Олег Сухов, адвокат, Денис Черных, управляющий партнером юридической фирмы «Лорус», и Дарья Погорельская, руководитель юридического департамента группы компании «МИЦ». Это эксперты сегодня. И я напоминаю нашим слушателям, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099,6, код «Москва-495». Можно позвонить, задать вопрос, соответственно, экспертам. Либо можно все то же самое написать ваше мнение, комментарий или вопрос на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права». Но мы, собственно, все никак не можем уйти с темы, хотя, мне кажется, она достаточно интересная. И, кстати, мы не до конца ее еще развернули, условно говоря, изменения, которые вступили в действие с 1 января как раз 2014 года в закон 214 ФЗ. Мы говорим о договоре долевого участия. Ну и подводя такой небольшой резюме, промежуточный итог именно к этим изменениям, которые мы обсуждали сегодня в начале нашей программы, то, что увидела я, и то, что из сказанного экспертам я бы хотела, наверное, подчеркнуть, а эксперты меня поправят, возможно. Ну, во-первых, мы обсуждали, что жилищный строительный кооператив никак не защищает права дольщиков, практически никак, потому что единственное, кому можно предъявить претензии, это только к себе самому, и потому что нет тех самых жестких требований, которые все ужесточаются и увеличиваются, к договору долевого участия в строительстве. В связи с этим некоторые даже застройщики, которые ранее работали по схеме ДДУ, начинают потихоньку использовать схему, именно связанную с кооперативом. Ну и что касается непосредственно договора долевого участия, то, что введено, те требования дополнительные, которые введены, как сказал Олег Сухов, ничего дополнительно требовать застройщика, если вы планируете приобрести квартиру, не нужно, потому что деньги вы по закону, это, кстати, очень важный момент, не все об этом знают, потому что по разным, разными формами пытаются застройщики получить денежные средства все-таки раньше, чем происходит государственная регистрация договора долевого участия, но, тем не менее, по закону деньги могут поступить только после государственной регистрации, а государственная регистрация у нас произойдет только в случае, если, грубо говоря, все в порядке, а, соответственно, с 1 января 2014 года, если есть та же самая страховка. Правильно я такое резюме подвела, и хотите ли что-то добавить? Страховка либо банковское поручительство. Но в любом случае, мы просто помним о том, что это нужно, мы помним о том, что это все равно ложится на плечи покупателей, как бы, вот, Дарьи, вы не говорили, что это ложится на плечи компаний, это ложится, конечно же, на плечи тех, кто приобретает жилье, ну, а, собственно говоря, проверка всего этого, это дело регистрационной палаты. Правильно я понимаю? Да, правильно. Хотел в завершение сказать, чтобы я рекомендовал обращать внимание всех, там, дольщиков или людей, которые планируют покупать квартиру новостройкой, ни в коем случае не заключать договоры долевого, не договоры долевого участия. Почему? Еще раз хочу на это обратить внимание, мы сейчас очень подробно об этом говорили. То есть тот механизм законодательства, который наши государства сейчас выправляют, скажем так, в то русло, оно направлено на то, чтобы уничтожить все компании, которые не будут исполнять закон. Поэтому, если вступаете в какую-то серую схему, то, что вы будете обманутым дольщиком, шанс увеличивается сейчас и на будущее в 10 раз, чем были до этого. Поэтому огромнейшие риски, либо нормальный застройщик с нормальным договором, либо вообще не ввязываться в такую вот серую схему. Кстати, хороший совет, действительно, потому что как раз, Олег, вы сегодня и рассказывали, что по вашему мнению, и я поддерживаю эту логику, поживем-увидим, но по вашему мнению, действительно повышается риск того, что застройщики, работающие по серым схемам, в итоге не достроят у нас те объекты, которые строили, и, соответственно, будут у нас какие-то банкротства, есть огромные штрафы, есть целая глава у нас теперь в законе о банкротстве, уже два года действует, который тоже непонятно, как применять. Но, кстати, применяется все равно, только вопрос, а кто будет достраивать, если стоит коробка не до конца достроенная, там масса технических моментов. Суды выносят определение, проблемы нет. В любом случае, мне бы хотелось нашим слушателям, напомню, телефон студии 6510996, код москвы495, сайт finam.fm, страничка программы «Формулы права», можно позвонить, задать вопрос или высказать мнение. Но мне бы хотелось перейти к другим изменениям, которые произошли и в течение 2013 года, и, соответственно, произойдут в 2014 году. Ну, одни из наиболее таких, ну, ярких, хотя мне казалось, что необходимость в них была гораздо больше 10 лет назад, но, тем не менее, произошли они, происходят постепенно сейчас. Это массовая регистрация в жилых помещениях. Как прокомментируете? Закон о резиновых квартирах. Да, так называемых. Интересно, закон, правильно, действительно, хочу отметить, что, в принципе, практика еще с 2009 года судебная сложилась, когда запрещали суды прописываться в долях, приобретать там доли и каким-то образом на них претендовать. На сегодняшний момент закон ввел определенные ограничения, то есть нельзя дробить жилую недвижимость меньше, чем, ну, грубо говоря, условно, 10-6 метров, оформлять нельзя, сделки проводить нельзя, за исключением, там, наследства, да, таких семейных вопросов, от которых просто не уйти. То есть нельзя проводить сделки, нельзя дробить, нельзя прописываться. Предусмотрены штрафы, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кстати, уголовная ответственность, лишение свободы сроком до 3 лет. Ну, и, как говорится, нету, не обошлись без перебора, а именно, запрещено находиться в квартире без регистрации. Представим, что вы пришли там кому-то в гости пожить какое-то время. В гости пришли пожить какое-то время. Да, ну, приехали, допустим, в Москву, да, или у своей гражданской супруги проживаете, нету временной регистрации, вам штраф и вашей гражданской супруге. То есть вот такого рода интересный перебор. Обязательно нужно регистрироваться, пусть временно. Обязательно нужно регистрировать всех. Кстати, для арендаторов интересный момент. Мало, может быть, кто еще знает или обращал на это внимание. Если вы сдаете квартиру, вы обязаны регистрировать там тех людей, которым сдаете. Придет участковый, сразу административная ответственность и вам, и им. Штрафы по Москве, там, по-моему, до 7 тысяч рублей. Так же, как по Санкт-Петербургу, по России, в целом до 5 тысяч рублей. Ходить штрафовать можно каждый день. То есть каждый день с того и с другого по 7 тысяч рублей. И умножаем на 30, получается 210 тысяч рублей. То есть сдавать квартиру будет невыгодно, если вы там человека не зарегистрировали. Денис. Я бы хотел отметить, что данные изменения, они касаются, конечно, недвижимости, но в первую очередь направлены на борьбу с нелегальной миграцией и усилиями государства, которые в этом направлении в последнее время предпринимаются. Извиняюсь, перебью сразу, но в законе-то не прописано, что вот эти вот штрафы можно снимать только, ну, даже не знаю, как поликорректно сказать в рамках радио, но тем не менее в тех ситуациях, которые вы описали. С любого человека абсолютно. Я согласен, что с любого человека, но тем не менее основной целью в данном случае является как раз борьба с теми антисоциальными явлениями, которые в последнее время приобрели особую значимость у нас. Ну, только в любом случае тогда для наших слушателей совет какой? Вот человек сдает квартиру, не регистрируется на авось, как обычно? Нет, я в данном случае готов согласиться с Олегом и присоединяюсь к тем рекомендациям, которые он дал гражданам. К сожалению, всегда, когда усиливаются меры по борьбе с каким-то антисоциальным явлением, это так или иначе касается прав рядовых граждан. И это не может не сказаться на объеме этих прав. То есть определенные ограничения и негативные последствия приходится испытывать всем в данном случае. Поэтому со своей стороны могу рекомендовать только строго следовать тем предписаниям, которые сейчас установлены законом. Против рейдерства этот закон тоже направлен, жилищного рейдерства, схема которой очень проста. Напомню, люди покупают какую-то незначительную долю, опять же ее дробят, вселяют в квартиру. 25 тысяч человек, которые создают остальным невыносимые условия. Невыносимые условия для проживания, совершенно верно. И понуждают их к совместной продаже. Но сразу хочу оговориться, что на самом-то деле никак не повлияет практически никак на черных рейдеров этот закон. Мне довелось пообщаться с некоторыми представителями черных рейдеров, с учетом того, что моя деятельность напрямую с этим связана. У них есть свои механизмы работы. Они уже ухитрились, скажем так, перестроиться под этот закон. И также успешно получают прибыль за счет населения. Все равно вселяют, все равно вынуждают, все равно продавают. То есть закон еще будем поправлять, я так предполагаю, да, сейчас? Выявятся все те схемы, которые уже начинают себе лица указанной профессии. Даже не знаю, как сказать черный рейдер, это такое прям слово. Знаете, мне кажется, законами, в принципе, организовать нормальное общество невозможно. Это должна быть определенная правовая культура. То есть если человек понимает вообще, скажем так, политику поведения, уважает других, уважает правовое общество и вообще общество, он не будет совершать правонарушения. Если человек направлен на преступление, никакой закон его не остановит. У меня такой вопрос. Естественно, я знаю этот ответ, но тем не менее мне очень хочется нашим слушателям и сказать, и пояснить. Дело в том, что очень многие еще со старых времен боятся, сейчас использую специально старое слово прописка, да, и, соответственно, боятся кого-то прописывать к себе в квартиру. И неважно, временно или постоянно, достаточно часто и мне задают такие вопросы, что вот человек тогда сможет как-то претендовать уже почти, я к вам пришел навеки поселиться. И, соответственно, сейчас из нашей беседы, вот то, что сказали Олег и Денис, выходит для наших слушателей такая рекомендация, что нужно все-таки регистрировать, я уже на новое слово перехожу, по месту пребывания тех лиц, которых вы к себе временно, ну, условно говоря, пускаете по тому или иному основанию. Это родственники, которые приехали к вам пожить, или это арендаторы, которые сняли ваше жилое помещение. Вот данные ситуации, поясните нашим слушателям, вопрос у меня ко всем экспертам, но в первую очередь к адвокатам. Какие правовые последствия, есть ли какая-то угроза от того, что человек, например, арендатор или родственник будет временно зарегистрировано в квартире? Давайте я поясню. Пожалуйста. На самом деле, правильный вопрос, очень многих интересует, действительно, большинство населения заблуждается, так же, как и по старинке, когда раньше прописка действительно имела очень серьезный статус, задаю такой вопрос, этим озабоченный. Нет, на сегодняшний момент прописка, в принципе, она ничем не обязывает собственника, нужно сразу разделить прописку на временную и постоянную. То есть, если временная прописка, рекомендую осуществлять регистрацию ее на определенный срок, почему? Потому что, если она на определенный срок, срок вышел, все, органы ФМС, регистрацию сняли, все закончилось, как будто, да, и не было ничего. Если это бессрочная регистрация, то только в судебном порядке. В принципе, не проблема в судебном порядке выселить человека, прекратить его правопользование, но суды займут там полгода. Если мы говорим о постоянной прописке, то здесь никакого автомата нет, это только в судебном порядке. Опять же, суды без проблем прекратят правопользование в пользу собственника, выселят там людей и так далее. Но, опять же, этот суд, это полгода, с полгода до полутора. Риски по прописке есть только несовершеннолетних, но это как бы отдельная история, я думаю, сейчас смысла касаться нету. Поэтому собственник жилого помещения в полной мере сейчас законом защищен. Но лучше время на регистрацию. Лучше, безусловно, конечно, время на регистрацию, по судам не бегать. Потому что это не только суды, это же еще и расходы, и нервы, и время, и деньги, и все что угодно. И всякое бывает еще вдобавок. Риск судебного решения никто не отменял. От себя я хотел бы добавить еще, что регистрация, как правило, связана с определенным набором формальностей, которые необходимы людям пройти. И, как правило... Мы же в прошлом году меняли. Тем не менее, бюрократические процедуры очень часто приводят к тому, что люди не хотят этим заниматься. Это с одной стороны. С другой стороны, прописка, регистрация, она так или иначе отражается на квартирной плате и так далее. Потому что в зависимости от количества проживающих, соответствующие начисления производятся. Сейчас уже, по-моему, нет таких начислений. Вот я чуть-чуть поспорю, Денис. Смотрите, по закону все счетчики на воду должны были поставить. Значит, вода и водост... Ну, как забыл, как называется. Но, тем не менее, это еще не везде. Это еще не везде. Этот процесс идет, но он пока еще не закончен. Это далеко не главное. Ну, есть условия такого с мусора, который с квадратного метра считается. Это далеко не главное, но есть еще такой нюанс, как очень часто люди сдают квартиры в наем и не платят налоги с этого. Вот это часто как раз приводит к тому, что они уклоняются от регистрации лиц, проживающих в данном жилом, например, помещении, с целью не показывать те отношения, которые фактически сложились, с целью сокрытия налогов, которые они обязаны платить по закону. Итак, мы обсуждаем сегодня тему изменения в законах о недвижимости. Две минуты, слушаем новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему изменений в законодательстве о недвижимости в 2013 и в 2014 году. Мы находимся в прямом эфире Телефон-студии, напомню, 6510996, код Москвы 495. Также сайт finam.fm на страничке программы «Формула права». Можно написать ваш вопрос. Еще можно написать вопрос, потому что у нас буквально осталось 10 минут прямого эфира. Ну а я напомню, что у меня в студии находятся эксперты Денис Черных, управляющий партнером юридической фирмы «Лорус», Олег Сухов адвокат и Дарья Погорельская, руководитель юридического департамента группы компаний «МИЦ». Мы сейчас обсуждали вопросы как раз закона, так называемого, резиновых квартирах, то есть говорили по поводу массовой регистрации по месту жительства и пребывания, но речь идет о прописках, конечно, в жилых помещениях. Тем не менее, Дарья, я знаю, что у вас тоже есть некое свое мнение по поводу этого закона. Что бы вы хотели добавить? Ну, вы знаете, это скорее не мнение, но я думаю, будет интересно тоже отметить для слушателей, которые, может быть, в Москве, Московской области проживают, что в первоначальной редакции вот эти меры по поводу штрафа за нахождение без регистрации в квартире при прописке в другом регионе, они касались также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Но в окончательной редакции закона это было исключено, то есть специальные нормы действуют для этих регионов. И, предположим, наиболее распространенная ситуация, когда человек прописан там в Московской области где-то, но работает и проживает в Москве, то есть он может пока продолжать спокойно так же и работать, ему штраф пока что не грозит. Это хорошо, что пока что не грозит штраф, хотя мы выяснили, и я такой маленькой резюме подведу, что несмотря на то, что данные изменения, данный закон, точнее, в принципе, направлен на борьбу с незаконной миграцией, то, что подчеркнул Денис Черных, тем не менее в законе об этом прямо не указано, и если в вашей квартире или в вашем жилом помещении проживают лица, которые там не зарегистрированы, по какому-либо основанию, это могут быть ваши друзья-родственники, которых вы пустили пожить, это могут быть ваши арендаторы, которым вы сдаете ваше жилое помещение. Тем не менее, с точки зрения закона, необходимо данных лиц регистрировать. Наши эксперты как раз пояснили нашим слушателям, что это достаточно безопасно, особенно если мы говорим о регистрации по месту пребывания, срочной регистрации, которая автоматически по истечению срока закончится, и люди не могут претендовать ни на право собственности, ни как, тем более, забрать никакую квартиру. Но в данной ситуации до 7 тысяч рублей могут быть штрафы и на того, кто пустил пожить, и на того, кто проживает в квартире, даже если эти люди совсем не относятся к вопросам незаконной, скажем, миграции. У меня такой вопрос к нашим экспертам. Мы обсуждаем сегодня изменения в законодательстве недвижимости, хотя, по сути, говорили, они достаточно у нас объемные получились, говорили о договоре до Львова участия, обсуждали изменения в 214 ФЗ, и поговорили сейчас о законодательстве о законе о резиновых квартирах по массовой регистрации в жилых помещениях. Что еще изменилось, так, может быть, немножко тезисно, в прошлом году и в этом году? Денис, расскажите. Я бы добавил, помимо тех тем, которые мы уже успели обсудить, что законодательство изменилось довольно существенно. 2013 год выдался богатым на изменения. Изменения можно эти разделить на целый ряд направлений, которые так или иначе относятся к отношениям в возникающем сфере недвижимости. Изменения коснулись градостроительства, землепользования, недвижимости, как таковой, непосредственно, то, что относится к сделкам, к регистрации сделок с недвижимостью и так далее. Ну, давайте чуть-чуть поподробнее, чтобы нашим слушателям было понятно, хотя бы в какой области эти изменения происходят. И в любом случае, не юристу сложно, да, разобраться и не нужно, так же, как юристам не нужно в другой профессии разбираться, но хотя бы понимать, где, может быть, собак зарыток. А можно я коротко скажу, а потом Денис продолжит в общем. Просто у меня есть такие интересные моменты, которые, я думаю, будут интересны большинству людей. Значит, первое изменение по налоговому вычету. Значит, хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент, то есть с 1 января 2014 года, налоговый вычет можно будет получать в сумме до 2 миллионов рублей при покупке квартиры. При этом, если человек не успел использовать этот налоговый вычет до 2 миллионов рублей, он может его использовать по следующим сделкам. Раньше этого было делать невозможно. Это необходимо отметить, это очень интересно. Но есть и отрицательные моменты, опять же, по налоговому вычету, а именно, если раньше закон предусматривал возможность получать налоговый вычеты на кредиты, то есть проценты по кредитам, которые человек платит, а это огромнейшие суммы, то на сегодняшний момент они ограничены. Они ограничены размером до 3 миллионов рублей. Это минус. Кстати, налоговые вычеты коснулись и пенсионеров. У пенсионеров определенный льгот сейчас по его получению. Это тоже большой плюс. Это что касается налоговых вычетов. Секунду, сразу не перебью, но дополню. Есть просто некий принцип у этих изменений. Раньше был налоговый вычет привязан к объекту недвижимого, сейчас к человеку. Вот это самое главное. Совершенно верно. Люди должны понимать, что они могут менять эти объекты, но, тем не менее, пока лично каждый человек не выбрал вот этот налоговый вычет в размере стандартно 2 миллионов, он может с разными объектами недвижимости пользоваться этим вычетом. Да? Дополнил чуть-чуть. Да. Значит, какой момент, опять же, будет интересен тем людям, которые покупают квартиры по новостройкам? Не совсем та тема, о которой мы говорили, но, тем не менее. Насколько я помню, по-моему, в апреле месяце 2013 года были введены новые правила, в соответствии с которыми все новостройки должны быть поставлены на кадастровый учет. Без постановки на кадастровый учет невозможно оформление права собственности. Почему это важно? Очень просто объясню. На сегодняшний момент, по крайней мере, в московском регионе, наверное, 80% квартир оформляется по судебным решениям. Если раньше ты получил судебное решение, допустим, застройщик что-то там тянет, ничего не делает, ты получил судебное решение, пошел зарегистрировать право собственности. На сегодняшний момент этого сделать нельзя. Почему? Потому что, если застройщик тянет резину, Он, соответственно, не ставит дом на кадастр и учет, и регистрационная палата права собственности не выдаст, свидетельство не выдаст. Не исполнит судебное решение? Не то, что не исполнит, она не сможет его исполнить, ввиду того, что в регистрационной службе есть теперь отдельная графа, которая не будет заполнена. Поэтому такое очень серьезное, я бы сказал, изменение, и, кстати, специально смотрел по поводу него 214 федеральный закон, ничего такого нет. То есть, смотрите, обязательства застройщика прекращаются с момента подписания акта приема передачи. Ну, представим, застройщик подписал с тобой акт приема передачи, а дом на кадастр и учет не поставил, а ты за него дом на кадастр и учет не поставишь. Застройщик-то все вроде сделал, а право собственности ты не получишь. Вот такие вот интересные изменения, что касается новостроек, поэтому 80% людей, которые раньше получали свидетельство, я думаю, теперь по судебному решению его не получат. Что бы хотел еще... Так это простенько озвучили, ну ничего страшного, теперь многие не получат. И к следующей теме. Скажите, практика есть такая? Ну, нам с вами, как адвокатов, у меня пока только отрицательно, я получил судебное решение, а свидетельство получить не смог. То есть, реально, действительно, не может человек исполнить судебное решение? Да, да, совершенно верно. Вот, нам с вами, как адвокатам-то, тут удивляться нечем, мы каждый день чему-то удивляемся, и законам, и тем более судебной практике. Какое интересное еще для москвичей изменение, по-моему, с 1 мая или с 1 апреля, не суть важна, теперь все-таки людям, которых переселяют из носимых пятиэтажек, если они стоят на очереди получения жилищных условий, будут предоставлять жилье, исходя из 18 квадратных метров на человека. Очень важно, очень нужно. Почему? Потому что с 2010 года эти изменения были устранены, и люди, проживающие там в однокомнатной квартире, 25 человек стоящие на очереди, при переселении точно так же получали однушку, и еще 20 лет... Только если они на очереди стояли. Тоже не получали, не получали. Вот был такой пробел, почти трехлетний, и наконец-то все-таки взяли за этот вопрос, было вынесено, введено в 21 закон города Москвы данные изменения, теперь очередники хоть могут расслабиться, получить нормальное жилье. И последний момент, на который хотел бы обратить внимание, это в гражданском кодексе были внесены изменения относительно деятельности, судебной, скажем так, деятельности ТСЖ. Теперь обратите внимание, это очень важно. Если, скажем так, собственник решил обратиться в суд со спариванием решения ТСЖ или общего собрания, он обязан в досудебном порядке обратиться ко всем собственникам дома, для того, чтобы им предложить вместе с собой пойти в суд. То есть, я думаю, это почта пролоббировала, если 500 квартир, и у каждой хотя бы по два собственника тысячу писем счастья за минусом себя нужно отправить. Да, шутка с долей шутки, но тем не менее, процедура. Да, процедура, если ты ее не исполнил, суд не имеет права принять к рассмотрению исковое заявление, а должен сделать, скажем так, возврат оставить без рассмотрения. Ну, а как человеку, скажем так, это исполнять, ну, сложно сказать. Но, с другой стороны, нужно понимать, что все же это делать нужно. Почему? Потому что, если другие собственники не согласились пойти в суд с тем лицом, который оспаривает решение, они в последующем утрачивают такое право. Вот, такие изменения от меня. Буквально минуту, у нас в прямом смысле слова минута осталось. Денис, дополните что-то. Я хотел бы отметить, что мы очень много внимания уделили, скажем так, изменениям, касающимся прав граждан, но практически не успели поговорить об организациях. Потому что очень существенные изменения были внесены в различные законодательные акты. И очень интересная тема, которая, наверное, может быть, будет посвящена отдельной передаче у вас, я не знаю. С 1 января 2014 года произошел переход к кадастровой стоимости при налогообложении имущества организации в отношении отдельных объектов недвижимого имущества. Вообще, хочу сказать, у нас 30 секунд буквально, но вообще это важный очень момент, связанный с тем, как же будет налог у нас исчисляться. Потому что налог у нас будет исчисляться уже не от инвентаризационной, вот такой маленькой стоимости, а от кадастровой она значительно превышает уже то, что было. Итак, я напоминаю, что каждый четверг в 11 утра программа «Формула права» в прямом эфире. Ну а со мной сегодня были Дарья Погорельская, руководитель юрдепартамента группы компании МИЦ, Олег Сухов адвокат, Денис Черных адвокат. И мы обсуждали тему изменения в законах о недвижимости. Спасибо.